Хорошо, давайте тогда дальше пойдем в условное ожидание и в матрице. Сейчас мы вспомнили, значит, что есть условное мат ожидания, а в простом примере, то есть в вопросах никаких проблем не возникло, в принципе, да? Что? Проблем каких-то не возникло, да? Когда? Только вы сказали, что условное ожидание условное? Нет. Нет? То есть в вопросах. Хорошо. Тогда я буду считать, что с этим закрыли, и буду пользоваться условным мат ожидания, условной... А я забыл, вы сказали о применении условной дисперсии? Нет. Вы сказали. Хорошо, давайте тогда определим условную дисперсию и тогда проедем дальше. А свойства условного мат ожидания сказали? Нет. Тоже не сказали? Хорошо, а что это, скажем, свойства вот этого объекта, условного мат ожидания, или там вот какой-то Z при условии W. Значит, какие свойства есть у этого объекта? Ну, это есть довольно прозрачненькие свойства, которые приятно использовать. Ну, например, есть свойства совсем простые. Мат ожидания от альфа Z плюс бета... Бет, наверное, нехорошо у нас, на месте, давайте лучше. А плюс B при условии W, это А на Е, Z плюс B. Первое свойство простой линейности. Второе свойство мат ожидания от А при условии W. Если вы знаете какой-то чайничный W, ну, как бы мат ожидания константы все равно остается константы. Третье свойство более интересное. Вот, короче, немножко неожиданное. Мат ожидания, вот условного мат ожидания... Это есть что? Это обычное мат ожидания. Так, какие еще у нас есть свойства? Еще у нас есть свойства, что... Да, Z и W это случайные величины, А, A и B это константы. Так, хорошо. А это запределение? Чего, чего, чего? Это запределение, пожалуйста. Ну, вот это запределение. А это, ну, некое... Не, не, про третье. Третье запределение, да, про пределение. Четвертое свойство, оно несколько обобщает третье. То есть, такое обобщение третьего. А, нет, давайте пока... Ну, да, четвертое, да, обобщение третьего. Если я возьму мат ожидания от мат ожидания, от Z при условии какой-то функции от W... А, нет, 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 давайте я сначала... Давайте я сначала скажу, наверное... Нет, давайте в другом порядке. Сначала четвертое будет... Мат ожидания от функции от W... При условии, что я знаю W... Это сколько? Это F от W... И потом пятое, это какой-то микс из третьего из четвертого. То, что мат ожидания от мат ожидания от Z... При условии, что я знаю W... А потом... При условии, что я знаю F от W... Тут главное не забыть, где скобки, а где вертикальные палочки. Наверное, мне стоит... Давайте я покругли их. Равняется мат ожидания от мат ожидания. В самом деле, это естественное свойство, интуитивное. Ум при условии... И равняется E от Z при условии F от W... Давайте я проиллюстрирую последнее, геометрическое. То есть, еще раз, что здесь на этом щипе написано? Значит, условное мат ожидания от условного мат ожидания Z при условии W... А тут при условии F от W... Можно поменять порядок. Сначала F от W, потом W... А можно просто по W брать. Последнее, давайте пятый проиллюстрирую геометрически. Ой, а можно вопрос по третьему? Давай по третьему. Ну, вот, я как бы знаю, что оно так будет, но не очень как-то интуитивно. Понятно, почему так. От домашки делала? Нет. Ну, вот домашки был как раз номер, который выяснял... Почему интуитивно? Ну, то есть, ответ такой по определению. Мы ищем такой объект. Ну, давай попробуем. Ну, то есть, мысль какая? Ты можешь только сделать домашку. Тут, как и царских путей нету геометрии. Ну, давай попробую объяснить интуитивно. Какой смысл? Смотри. Что у третьего, что у пятого. Смысл очень похожий. Вот, смотри. Вот случайная величина z. Мы говорили, что случайные величины можно обозначать векторами. Вот это вот, это множество всех случайных величин, которые можно выразить через W. То есть, вот это, это множество тут, всякие там, какой-нибудь W в квадрате, или косинус W. То есть, все случайные величины, которые выражаются через W. Окей? А тут еще есть множество констант. Например, здесь есть константы 7, или константы 9, или константы 11. То есть, вот есть такая прямая, действительных чисел. Она лежит в этой плоскости. Ну, потому что любое число можно привязанным образом выразить через W. 11, это 0 на W плюс 11. Правильно? Согласно? Вот. Соответственно, что говорит вот это третье свойство? Давайте еще вот здесь два с половиной свойства. Ну или ладно. Вот. Что говорит третье свойство? Если я хочу найти... Вот что такое E от Z? Это константа, наиболее похожая на случайную величину Z. То есть, где находится E от Z на этой картинке? Это проекция случайной величины Z на множество константов. То есть, вот это вот. Это E от Z. Окей? Где находится на этой картинке E от Z при условии W? Это я нахожу самую похожую на Z функцию от W. Это я куда проецирую? Я беру Z и проецирую куда? Еще раз. Где у меня лежат все функции от W? Вот в этой плоскости. Соответственно, где лежит E от Z? Что такое? Еще раз. Что мы говорили с этим значком? E от Z при условии W. Это самая похожая на Z функция от W. Правильно? Где она лежит геометрически? Проекция Z на что? На плоскость. Вот это, вот этот вектор, это E от Z при условии W. То есть, это какое-то выражение, там, не знаю, арттангенс W плюс косинус W делить на W квадрат плюс 17. А вот эта предыдущая проекция, это просто? Это проекция Z на что? На прямую. Где константы лежат. Числовая прямая, она вложена в эту плоскость. Потому что числовая прямая, ну, она лежит в этой плоскости. Вот. Соответственно, а что такое E от E от Z при условии W? Это я беру вот эту случайную величину, которая лежит в плоскости. И куда я ее проецирую? Констант. На множество констант. И вот это утверждение говорит, что я попаду в ту же точку. Правильно? То есть, когда я буду, вот у меня вот здесь прямой угол, здесь у меня прямой угол, и вот это я сейчас проецирую сюда, у меня снова получится прямой угол. Нормально? Да? Ну, это естественно. Вот если я возьму какую-то точку вот здесь вот, спроецирую ее напрямую, вот на этот плинтус, да? У меня получится вот эту точку, я ее спроецирую на плинтус. У меня получится вот здесь, эта рисочка. А если я возьму вот этот iPhone, спроецирую вниз на плоскость, на пол, а потом с пола спроецирую на плинтус, то я попаду туда же. Согласна? Ну, это вот факт. Еще раз, по смыслу. Это константа наиближайшая к случайной величине z. Это, по смыслу, это константа наиближайшая к функции от w, наиближайшая к z. Это то же самое, что константа наиближайшая к z. Окей? Вот. Поэтому у этого есть геологический смысл. E от z это константа наиболее похожая на встречаемую величину z. E от z при условии w это функция от w наиболее похожая z. И по школьной теореме, собственно, от трех перпендикуляров это одно и то же. Школьный теорем от трех перпендикуляров как раз и говорит, что если пропустить перпендикулярную плоскость, а потом напрямую, то вы попадете в ту же самую точку, что если сразу напрямую провести перпендикуляр. То есть это одиннадцатый класс. И это тоже. Вот это тот же самый факт. То есть смотрите, что вот это за обобщение. Давайте я проиллюстрирую его в каком-то частном случае. Вот я попробую проиллюстрировать пятое. Вот есть у меня произвольные функции от w. То есть косинус w, там синус w. Окей? Ну, вы же там карты, ну, здесь всякие. Ну, не знаю, там w, тут вот w в кубе, ой, синус w. А есть функции от w в квадрат? Согласны? Согласны вы, что функция от w в квадрат это подмножество функций от w? Или это непонятная мысль? Понятная. Ну, например, w в кубе можно выразить через w в квадрате? Нет. А если w в была отрицательна, то ты потеряешь? Ну, то есть смотри, вот я утверждаю, что w в квадрате это w в кубе в степени 1 треть. Вот это правда. Это всегда 2 трети. А вот то, что w в кубе это w... Ну, то есть человек, который знает w, и человек, который знает w в квадрате, и кто из них знает больше? Вот это w в. Да, ну понятно, что если она не отрицательна, то они знают одно и то же. Вот. Ну, если общий случай, если w, например, формально 0,1, то есть она может быть не отрицательным значением, то знание w в дает больше, чем знание w в квадрате. Правильно? Вот. Поэтому получается, что, например, косинус w можно выразить через w в квадрате? У тебя знает w в квадрате, а смогу посчитать косинус w? Да. Это же что такое? Смогу. Прятаю. Косинус w это что такое? Косинус w это что такое? 1 минус чёс. w квадрат на 2 плюс w четвертый на 4 факториал и так далее. Поэтому если вы мне скажете, что w в квадрат, то я вам скажу, чему равно косинус w. Не зная, чему равно само w. Правильно? Поэтому вот есть тут вот это вот все функции, вот это множество, это все функции h от w, а вот в рамках этой плоскости есть подмножество, куда входит, например, косинус от w, и куда входит w в квадрате. Вот это подмножество, это все функции от w в квадрате. Согласны? И вот эта теорема говорит, что вы можете, если вы хотите z спроецировать на w, а потом результат спроецировать на часть, на функции, на какие-то w в квадрате, вы можете сначала спроецировать на w в квадрате, а потом ничего не делать, и вот результат получится один и тот же. Нормально? Или тяжело? Но это же только в случае, если f это нормальная функция, то есть одному w зато все там и зерно. Не, любая. Как раз я и говорю, что если вот квадрат, то как раз одно и то же получается. Смотри, давайте квадрат напишем. Написано, что мат ожидания от z при условии w, в квадрате, равном от ожидания от z при условии w, на примере w в квадрате, равном от ожидания z при условии w в квадрате, а потом еще мат ожидания при условии w. Тогда я попробую нарисовать. Значит, еще раз. Есть все функции от w, их больше, чем функции от w в квадрате. Согласны? Ну, например, синус w, я не смогу сказать, чему равен синус w, если мне сказали w в квадрате. Правильно? Вот. А вот если мне сказали w, я скажу, чему равен w в квадрате, чему равен синус w, ну, что угодно. Вот. Соответственно, вот это множество, это все функции от w. w. Давайте я, чтобы была максимальная аналогия с тем рисунком, я скажу, а давайте вот все функции от w в квадрате я изображу как прямую. А вот это, вот это прямая, это все функции от w в квадрате. Окей? А, слушайте, здесь же не видно ничего. Что же мне сказали сказать? Ладно. Тогда у. Я стираю и рисую то же самое. Это случайная величина z, чтобы понять, что 5-е это вообще не 3-е. Вот это, это все функции от w, h от w. А вот эта прямая, это все функции от w в квадрате. Окей? Ну, я для удобства рисовал прямой, понятно, что и то пространство там бесконечно мерное, и это бесконечно мерное. То есть там огромное количество случайных величин живет. Если w это что-то сложное, типа нормального распределения, то там косинус w и синус w, они в большой плоскости, а косинус w, не знаю, w в четвертой. Какая еще четная функция мы знаем? Вакцина. Ну да, вон, в в. Они все живут вот здесь. Или 6. Множку константа, сюда же входит. Согласны? Настя, все нормально? Да. Вот. Ну и, соответственно, что говорит вот это условие? Это говорит, сначала спроекцируем на большую плоскость, а потом результат спроекцируем напрямую. Правильно? То есть, вот это, это я нашел E от Z при условии w, а потом спроекцировал результат напрямую. Вот это, это E от Z при условии w, потом при условии w в квадрате. что говорит крайний результат? Крайний результат говорит, да, можно прям сразу проекцировать напрямую. Крайний результат говорит, да, прям сразу проекцируйте напрямую. А что говорит промежуточный результат? Почему его можно переставить? Потому что если мы спроецировали на результат напрямую То как спроецировать на плоскость, если мы уже находимся на прямой? Если мы уже находимся на прямой, то мы уже находимся на плоскости И поэтому это проецирование просто ничего не дает На самом деле, это четвертое свойство Если вы уже живете в плоскости, вот здесь лежит Z Потому что Z это уже функция W А это множество всех функций W Четвертое свойство Если вам надо спроецировать на плоскость, вы там и останетесь Разумно? Хорошо Значит, вот они свойства условного математического ожидания Давайте пойдем дальше Хорошо, если вы поняли, тогда такое упражнение Упражнение такое Чему равно мат ожидания от Z при условии W в четвертый? Почему? Вот то же самое у квадрата в четвертый Ну как, тут квадрат, а тут тоже информация убьет, да? Ну да, мне надо же смотреть множество То есть, когда я говорю про мат ожидания от Z при условии W, на что я проецирую? Я проецирую случайную величину Z на что? На все функции от чего? В W в квадрате А здесь я проецирую на все функции от W в четвертый Ну понятно, что если какая-то функция выражается через, например, косинус Если косинус W, он выражается, конечно, через W в квадрате Но он же выражается через W в четвертый Понятно? Понятно? Вот, поэтому это равно 0 Окей, хорошо Давайте дальше пойдем Следующая характеристика Это условная дисперсия Как она определяется? Нам понадобится, когда будет быть условная метросгемастичность Более, короче, давай Если бы вместо W в четвертый стоял бы косинус W Я думаю, что уже Что все-таки знание косинуса Это меньше, чем знание W Ну то есть понятно, что знание W в квадрат Через ряд тыла позволяет восстановить косинус W Правильно? Но знание косинуса Я не позволяет тебе сказать, чему равен W в квадрате Ну потому что я здесь и скажу Что косинус W W равен 0 Ну и чем уравнялся W в квадрате Ты уже не скажешь Потому что тут период там Пикант А если мы возьмем, допустим, косинус W в квадрате И одно обычное из другого Может можно тогда сказать? Не понял Давай Я тебе говорю Косинус W в равенную личную Какой W в квадрате Какой W в квадрате Почему ты знаешь из того, что знаешь косинус W в квадрате? Ты неочередно Ты знаешь, что косинус... Я вот загадал какой-то W, ты знаешь, что его косинус равен 0 В чем ты знаешь, косинус W в квадрате? Ну, в смысле, косинус внутри W или косинус W, а потом в квадрате? Нет, косинус от W в квадрате Нет, такого не знаю А если мы возьмем обратную функцию от косинуса? Обратную функцию на определенном интервале То есть если дополнительно известно, что моя случайная величина гарантированно лежит Ну, то есть она не выпадает за промежуток там, где косинус обратим от 0 до π Ну да, там, то тогда ты получишь окей Тогда это будет одно и то же То есть на определенном промежутке это будет все-таки равно 0? Нет, это всегда равно 0 Нет, то есть если другая функция Если априорно известно, что W это, скажем, равномерная случайная величина на промежутке от 0 до π на 2 Вот если мы знаем, что W равномерная от 0 до π на 2 Тогда мат ожидания от Z при условии W в квадрате минус мат ожидания от Z при условии косинус W Тогда это тоже 0 Если дополнительно это известно Что в какое-то условие это гарантирует, что моя случайная величина не выпадает за... Ну, поскольку там знание косинуса позволяет восстановить W в квадрате То есть если дополнительно навесить условие, то он тоже и самому снастил Ну что, дальше пойдем? Данил, нормально? Или ты чем-то хорошо? Нормально? Хорошо Теперь мы к условной дисперсии Поскольку у нас там есть условные где-то расхидатические Как она связана... То есть мы выяснили, как связана условная мат ожидания и обычная, да? Как связана условная дисперсия и безусловная Значит, во-первых, определение, да, definition Условная дисперсия Z при условии W по определению Это мат ожидания от Z в квадрате при условии W Минус мат ожидания от Z при условии W, взятая потом в квадрат Это определение условной дисперсии Почему именно такое определение? Ну, потому что оно дословно дублирует определение обычной дисперсии Где это было мат ожидания от Z в квадрат Минус мат ожидания от Z, потом взятая в квадрат Откуда взялась такая формула? Чтобы совпало со старым Нормально? Какие появляются свойства условной дисперсии? Ну, например, давайте решим такое упражнение Найдите дисперсию от 2z плюс 3 Если вы знаете 7z минус 8 Можно опустить, допустим, 7рку минус 8 Вопрос такой, как все Можем мы опустить 7рку минус 8? Меняем множество, на которое проецируем Еще раз Все функции Если рассмотреть все функции От 7z минус 8 Правда ли, что это то же самое Что все функции от z? Да То есть, если какая-то функция Ее можно выразить через z Правда ли, что ту же функцию Можно выразить через 7z минус 8? Правда, нет? Правда, конечно Если Петя знает, чему равно z Знаете ли он, чему равно 7z минус 8? А если Коля знает, чему равно 7z минус 8 Знаете ли он, чему равно z? Да, знает Поэтому в плане множеств это одно и то же Поэтому здесь условия можно запросто подменить на что? На z Хорошо, это дисперсия 2z плюс 3 Плюс условия z Окей, давайте дальше Да, ну, можно интуитивно То есть, дальше есть два решения Есть интуитивное, а есть жестко по свойствам математического ожидания Интуитивное решение какое? Вот вы знаете, чему равно z Насколько вы сомневаетесь, насколько по вашему неопределенности сохраняется в значении 2z плюс 3? Столько же, насколько вы сказали? Вы точно уверены, чему оно равно, правильно? 0 То есть, дисперсия 0 Вот, можно интуитивно сказать, что 0 Ну, а если честно, по вот этой формуле Давайте я все-таки честно по формуле пройду Чем мне надо посчитать? Мне надо посчитать мат ожидания от 2z плюс 3 в квадрате при условии, что я знаю z Минус мат ожидания от 2z плюс 3 при условии, что я знаю z в квадрате Верно? Можно же два опроса плюс 3 убрать, да? Запрощиваю Ну, мы же пока не знаем такого свойства условной дисперсии Это же свойство... Я согласен, что сейчас мы запишем свойства условной дисперсии Они будут дублировать в каком-то смысле старые свойства без условной дисперсии Слушайте, может нам свет включить? Не, как вы думаете? Можно То есть, еще раз, смотрите Мы говорили, что поскольку то, что мы ожидаем, это уже есть функция от z Правильно? То есть у нас опять складывается ситуация, когда то, что мы ищем, уже лежит в плоскости всех функций от z Поэтому, когда я делаю проекцию, что у меня остается? То же самое Коль, что-то ты как-то муришься, точно? Да, да, хорошо Не, я хмылись, потому что... Ну, еще раз, вот это у меня все функции от z Это же х от z А мой у, это и есть 2z плюс 3 в квадрате Он уже там, он уже среди этих случайных ключей И я должен его спроекцировать на эту плоскость Кто получится? Вы же получите, да? Здесь получается 2z плюс 3 в квадрате минус Здесь опять, здесь есть такая случайная величина 2z плюс 3 Это тоже функция от z Соответственно, здесь в скобках получается 2z плюс 3 в квадрате Мы читаем друг из друга, получается 0 И, соответственно, мы можем сделать вывод в общем случае Какие у нас свойства условной дисперсии Свойства условной дисперсии будут следующие 2 от z от az плюс b при условии w Значит, на w можно не обращать внимания А а вынесется как? С квадратом А квадрат дисперсии z при условии w Дальше, второе свойство Чему равна дисперсия f от w при условии, что вы знаете w Вот только что мы решали Дисперсия 0 Это дисперсия 0 И еще одно такое свойство, которое тоже теорема Пифагора Теорема Пифагора во второй геометрии В геометрии, где скалярное произведение задается к вариации Можно сформулировать вот такую теорему Пифагора Что обычная дисперсия z Это есть дисперсия Мне вообще она очень нравится Она такая красивая, так как бы запомнить Что это дисперсия от условного матожидания От z при условии w Плюс матожидания От условной дисперсии z при условии w Опыта теряет Давайте я покажу Ну, кратко так обозначу доказательства этой штуки Доказательства идеи Дома доделать Дома доделать Можно попробовать Значит, ну картинку дарить, нарисую Вот это у меня z Вот это у меня Вот это всякие функции от w Вот это у меня e от z при условии w Согласны? Этот треугольник Он прямоугольный Правильно? Ну, в рамках как раз второй геометрии По определению условного матожидания Как раз к вариации равна нулю Поэтому в рамках второй геометрии Это прямоугольный треугольник Ну, и в рамках первой тоже Что значит первый и второй этап? У нас был в биге геометрии Вы говорили, что можно скалярное произведение Между величинами задать как матожидание произведения А можно скалярное произведение Между величинами Задать как к вариациям И то, и то порождает геометрию То есть можно дальше Когда мы сказали Как определили скалярное произведение Дальше можно говорить О длинных случайных величин О углах между ними И в рамках этого берешь Двери высочайные величины Например, делаем две высочайные величины Которые нормально распорядны С матожиданием там 0 в дисперсии 7 Каждая и к вариации 0 в 3 Чему равен космосу углах дождений в первой геометрии? Чему равен космосу углах дождений в первой геометрии? Оказывается Как только мы сказали Как считаем скалярное произведение Сразу привезли длинные углы Это будет эквивалентно А потому что матожидание 0? Да Матожидание 0, поэтому А если 0, то не эквивалентно Вот, хорошо Значит Ну вот он, прямоугольный треугольник Соответственно, как у нас длина Квадрат длины вектора во второй геометрии Вот в этой Ковариационной геометрии Как там Квадрат длины вектора Z? Дисперсия Z Должна равняться Чему? Квадрат длины первого катета То есть дисперсия От чего? От E от Z При условии W Плюс Дисперсия Вот чего? Вот вот это и разница Вот Z Минус E от Z При условии W Это я сформулировал теоретку Фагора Вот в этой геометрии Ну а дальше уже видно Что начало уже совпало Серединка уже совпала Это минус Потому что так вектора складываются То есть учитаются Да Но если я и в лёгой арконе так Это с этой геоцепт То Типа Да А правило треугольника Оно вот такое Или такое? Ну правило треугольника Если ты идёшь от Пирожки несёшь к бабушке То можно сначала пирожки отнести в вышку А потом из вышки к бабушке Вот Ну не так Что-нибудь там все будут Хорошо Да Софья, что-то хотела спросить Про скалярное произведение? Про Кате Кате, извини Не, я просто Мы пишем вариацию Z Потому что мы находим Скалярный Ну как бы длину вектора Z Значит это Квадрат длины То есть если работать во второй геометрии То квадрат длины вектора Во второй геометрии Вот в этой, которую я галочкой отметил Длина квадрат вектора X Это X с X Ковариация И это ковариация X с X А в этой геометрии Квадрат длины отмодождания от квадрата Вот И дальше осталось раскрыть Ну вот что дома надо сделать Надо раскрыть скобки вот здесь Потому что у нас есть же определение условной дисперсии Можно раскрыть скобки внутри этого Раскрыть скобки внутри этого И увидеть, что О, да это одно и то же Понимаем? То есть если вы раскроете здесь Здесь скобки И посмотрите на определение условного Матожидания на определение условной дисперсии То у вас О, все сократилось в баланс Ну и геометрический Вот получается такой прикольный факт Что дисперсия Из этого в частности следует вывод Что настоящая дисперсия Всегда больше, чем Всегда А, нет Не следует То есть А, ну по крайней мере Можно больше сказать Что больше Матожидания Что больше Настоящая дисперсия Z Или матожидания От условной дисперсии Z Что вот из этого больше Настоящая дисперсия Первая не меньше Да, первая не меньше То есть единственное исключение Это когда То есть они будут равны Ну то есть вообще говоря Вот VAR Z Условная дисперсия Она вообще случайная величина Но матожидания от нее Это не то же самое Что обычная дисперсия То есть если я возьму матожидание От условной дисперсии Я обычную дисперсию не получу Окей Так, хорошо А равны когда Z Равновая, да? Не только Посмотрим когда они равны Ну это достаточное условие Что если Z и V Одно и то же То конечно Они равны Ну да посмотрим Что поравнялось Нам нужно Чтобы Я думаю Что не только В этом случае Просто как она Что у нас будет Ноль Вот эта дисперсия Вот вот этой Ну если Например Не, я про нижнюю говорю Я говорю Управо подчеркнуто Первой геометрии Там Погоди еще раз На Прово подчеркнуто Еще раз Вот Я убеждаю Что вот из этой формулы Поскольку дисперсия Не отрицательна Следующая левая часть Больше не поравна Вот этому слоганию Нормально? Да А я смотрю Вот чуть ниже строчку Вот этого Я смотрю Как получить Чтоб она была нуля Не она Мы же хотим Чтоб вот эта Не уравнилась А, да Вот Но это тоже Хороший вопрос Когда дисперсия Z Будет равна Дисперсии Условного Матожидания Z Ну Равна Действительно Будет только Если Вот это Это Поэтому В принципе Вот такой факт Если Например Z и W Независимы Смотрите О, кстати Давайте Упражнение Такое Упражнение Известно Ой, слушайте Я еще одно Свойство Матожидания Условное Не выписал Давайте Горьемся К свойствам Условного Матожидания Можем Бернуться Давайте Еще одно Впишем Какое Оно По счету Ольф Если Z и W Независимы То Матожидание От Z При условии W Переистим Матожидание От Z То есть Если Знание W Никак Не помогает То Матожидание От Z При условии W Это Матожидание Z То есть Геометрически Этот фактор Означает Примерно Следующее Смотрите Попробую Сейчас Нарисовать Что? Ну это Как определение Тоже Независимых Событий Кто Покажет К Ну Чем Куда Обратно Не следует Обратно А Нет Не следует О Кстати Хороший Данил Супер Вопрос Сейчас я скажу Три степени Независимости Давайте О Слушай Данил Как раз Сюда В тему Классный Вопрос Давайте Три степени Независимости Потому что Все знают Что Вот если Случайные величины Независимы То из этого Следует Что они Некоррелированы Правильно? А в обратную Сторон Не так Согласны? На самом деле Вся правда Давайте я вам Расскажу Всю правду Вся правда На самом деле Она очень проста А что должно Быть некоррелировано Чтобы случайные величины Были независимы? Рокладываем Функции Да То есть Мы здесь Вся правда Звучит так Вот Самые независимые Вообще Супер-пупер Независимые Это Вот Самый Пупер-пупер Когда Х и Игрек Независимы Это Абсолютно То же Самое Что Ковариация Любой функции От Икса И любой Функции Нет Ковари Другую Надо И любой функции От Игрека Равняется Нулю Вот это Означает Что Они Независимы Это означает Что корреляция Любой функции То есть Если Независима То есть Корреляция Икс В пятой И косинус Игрек Ноль Корреляция Икс В семнадцатой И там Не знаю Синус Игрек Ноль Но Но вот здесь Это Необходимы И достаточные Условия То есть Если я считаю Все корреляции Между Любым Там Не знаю Синус Икс Косинус Икс И получается Ноль Значит Независимы Второе Более Слабое Условие То что Если я возьму Ковариацию Любую Функцию От Икс И Игрек И ноль Это будет Равносильно Тому Что Е От Игрек При условии Икс Равняется Е От Игрек Вот это Означает Что Как бы я Не выкручивался С помощью Икса Прогнозировать Игрек Мне не удается Но почему Это более слабое Условие Потому что Может быть Игрек Квадрат Можно прогнозировать Может быть Икс Квадрат Там равно Игрек Квадрат И знание Икса Не несет Себе информацию Об игреке Но Квадрат Исет И третье Самое Слабое Это Ну Некоррелированность Некоррелированность Это Соответственно Равносильно Тому Что Вариация Икс Игрек Равна нулю Здесь Для любой Ф И Аж Здесь Для любой Ф Но здесь Никакого Плантера Нет Вот И соответственно Из независимости Следует Вот это Условие Следует Вот это Условие В обратную Сторону Они уже Никак Не работают Сейчас Попробуем Сейчас Надо Придумать Какую-нибудь Задачку На этом Сейчас Сображу А Приведите Пример Наверное Приведите Упражнение Такое Давайте Вместе Попробуем Привести Пример Приведите Пример Такой Что Значит Приведите Пример Такой Что Третье Выполнено А Второе Не Выполнено Или Значит Приведите Пример А Таких Икс Игрек Что Корреляция Икс Игрек Ноль Однако Е От Игрек При условии Икс А Нет Наоборот Сейчас Приведите Пример Приведите 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 Пример Первый Значит Когда Вот это Не выполнено А вот это Выполнено То есть Когда Икс Игрек Зависимы Но Е От Игрек При условии Икс Сравняется Е От Игрек Вопрос Коврегированности Ковариацию Зависимы Корреж А Недержанная Тоже Ну Такое Что Там Знаменатель Может быть Ну Ладно То есть Если Не константы То Все Нормально Ну Да Ну Я понял Да Вот Если То есть Про константы Нельзя сказать Что Они Не Скриликованы Ну Не Хорошо Говорят Потому что Константы У нее Корреляции Нету Нужна Разменатель Ну Давай Подашь У Идеальный Строг И По Бытовому Для Неконстант Для Неконстант Это Некоррелированность Ну Так Поправь Вот Значит Надо Первый Привести Пример Зависимых И Таких Что Я И При Условии То есть Знаете И Зависимы Зависимы Это Есть Но Когда Вы С помощью Икса Прогнозируете И Ваш Прогноз Не Использует Икс Но Икс И Зависимы И Второе Надо Привести Ситуацию Когда Вы Попали Между Вторым И Третьим То Есть Когда Е От И При Условии Икс Не Равно Е От И Не Равно Константе То То Когда Зависимость От Икса К Это Есть Но Ковариация Икс Игрек Равна Нулю То Надо Привести Два Таких Примера Ну Я Думаю Что Сейчас Один Сделаем И Один Дома Если мы возьмем такую дугу Возьмем еще одну То Икс У нас будет В среднем Ноль И В целом У нас тоже Ноль Так Да Согласен Хорошая мысль Кто понял мысль Марата Марат Кто понял мысль Марата Я понял Все понятно Давай еще раз Мы берем график Икс Игрек И рисуем точку Вот так вот Дугу От ноль-ноль В стороне Как параболы Как х квадрат И минус х квадрат И когда мы фиксируем Х То отождаем У нас ноль Может вы не рисуете Это не очень понятно Смотрите Рисуем Чеширского кота Рисуем Улыбку Чеширского кота Как она рисуется Она даже не является функцией Кто будет шить Эта функция Это х А если согнуть вверху уголки И уже не получится Не получится Не получится Я уже кверху загибал Все-таки Вверху загибал Они друг-друг компетируют А Это вот так Вот смотрите Это у меня х Это у меня у Случайно выбирается Одна точка На этой фигуре То есть просто Случайно Равномерно По длине Выбирается Любая точка Может вот это Попасться Или это Или это Ну любая точка Случайно выбирается Понятно в чем суть Эксперимента То есть выбрали Случайным образом Точку На этой Как назвать Эту фигуру Катя Как назвать Эту фигуру Х Вот это какой-то Такой х Действительно Выбираем Случайно Точку Х это абсцисса Точки А у Это ордината Смотрите Согласны мы Что х и у Зависимы Ну как Если Например Я вам Ну вот здесь Допустим Один Здесь Два Здесь Три А вот здесь Например Один Два И три Если я вам скажу Что х равен одному То какие значения Мог принять Игрек Один Три А если я вам говорю Что х равен двум То какие значения Мог принять Игрек Только двойку Поэтому понятно Что х и у Зависимы Знание х Несет в себе Какие-то Вероятности Про у То есть Например Вероятность Того Что Игрек равен двум Вероятность Того Что Игрек равен двум Она Не равна Вероятности Того Что Игрек равен двум При условии Что х равен двум Хорошо Значит Знания То есть Они зависимы Однако Давайте подумаем Чему равно Просто Е от На этой картинке В силу Ее симметрии Чему равно Е от Игрек То есть Все равномерно Равномерно Да Все равномерно Фигура симметричная Видно Что Игрек Может быть Выше двойки И С точно Такой же Вероятностью Игрек Может оказаться Ниже двойки Правильно? То есть У каждой точки Есть симметричный Игрек Поэтому Е от Игрек Чему равно Двум А теперь Представьте себе Что вы Знаете Икс И ваша задача Спрогнозировать Е Е от Игрек При условии Икс Вот знаете Вы что Игрек Равен двум Если вы знаете Что Игрек Равен двум Ваш прогноз Игрека Два Если вы знаете Что Игрек Равен одному Ваш прогноз Игрек Тоже два Поскольку вы Усредняете Один и три С равными Вероятностями Тоже два Если Игрек Равен полтора То ваш прогноз Игрека Тоже два Получается Что какой бы ни был Игрек Мой прогноз Игрека Это Е от Игрек Но тем не менее Они зависимы Окей Это мы придумали А вот Теперь надо Придумать Другой пример Что Прогноз Игрека Когда вы знаете Игрек Меняется При одних Иксах Один прогноз При других Иксах Другой прогноз Однако Ковыряться Между Иксом Игреком Ноль Такое тоже Возможно Ну в общем Подумайте Дома Тоже можно Нарисовать Картинку То есть Тоже достаточно На плоскости Нарисовать Тоже достаточно Разномерного Распределения Не надо Там далеко гулять Окей Так Все это я к чему вел Я хотел еще одно Упражнение сказать Упражнение такое Если Икс Игрек Независимы Икс Игрек Независимы То Во что Превратится Во что Превратится Дисперсия Игрек При условии Икс Как ее Можно упростить Если Икс Игрек Независимы И величины Сквозь Игрека Ну Согласен Да Давайте Останем Маленькой Домашней Работы Еще одно Будем Ослышки Нам надо Придумать Задания Какие-то Как скаррировать Независимы 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 Так Хорошо Ну что Чуть-чуть Какие-то ощущения Про условное Монтаждание Условной Дисперсии Есть? Ну давайте Еще какое-нибудь Упражнение Независимы В прикладном Смысле Домашнюю Домашнюю Работу Да Домашнюю Работу Не очень сложно Пока я болтаю О чем я лег Он Он Крышки Уже Сделал Сколько у нас Время? Хорошо Давайте Тогда Еще Кое-то Упражнение Решим Чтобы Эта Формула Красивая Промат Ожидание И дисперсию И дисперсию Словно Монтаждание Не повисало Воздухе Давайте Упражнение Воздухе Где она всплывет Упражнение Такое Все помнят Что такое Скажем Ну ладно Если понадобятся Какие-то факты Про там Родномерное Распределение Чемьи Равна Дисперсии Мат Ожидание Давайте Будем Читать Их Я там Напишу Чтобы Не брать Курис Питограм Давайте Такое Упражнение Значит Есть у нас Курчихи И они пьют Чай Курчихи Пьют Чай Вот Одна Курчиха Ее зовут Как же Курчих Это звали Одну По-моему Ее звали Сосимпатра Карловна А вторую Как звали Игорь Такое Курчихи Сейчас Я купчиху Дай Сейчас Я купчиху Дай Курчиха Я хочу Курчиха 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 Вот Ипполексена Уваровна Сосимпатра Карловна Ипполексена Уваровна Это Сержанго Да? Нет Курчиха 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 Так что Гарантированно Не выпить Больше Чем Сосимпатра Карловна Окей Нужно найти Матожидания От Y Нужно найти Дисперсию От Y Можно Прямо Сейчас Полексена Уваровна Спасибо Полексена Уваровна Первая Это Матожидания Матожидания Да Первая Вроде Легко То есть Смотрите Что мы знаем Давайте я напомню Факты про Равномерное Распределение Чтобы мы Не мучились Там интеграл Время Нитрат Матожидания От Вот если у меня Какая-то Чайбична З Равномерно От 0 От A До B То Матожидание От нее Какое Это здравый Смысл Это тут Не надо Понять Да Это просто Среднеарифметическая Краев А дисперсия Ну тут Надо честный Интеграл Я не знаю Какого-то Интуитивного Да B-A Деленое На 12 Нет Я понимаю Что да Я просто думаю Есть ли какой-то Интуитивный Смысл В этом Геометрический Еще там Олимпиар Николав Хорошо Сколько получилось Е от Y Сколько 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 Вар Погодите Секундочку Пожалуйста Слишком Это вопрос Как вот Зная условные Матождание Условные Дисперсии Вывести Безусловные Как они Связаны Между Собой Матождание 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 Кстати, можно уже к эконометике ближе перейти. В эконометике сейчас, ну ладно, пока решать, эконометр сейчас такую-то условную гомоскедастичность и просто гомоскедастичность. А это совершенно разные понятия. У нас может быть условная гетероскедастичность, но при этом гомоскедастичность безусловная. Или может быть... ... 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 Чего по условиям мы знаем про х? Мата ожидания х чему равно? Да, мата ожидания х по условию равно, ну, из условий стоит одно и второе, а дисперсия х по условию сколько? На двенадцатая. Хорошо, а дальше смотрите, поскольку про Поликсену Уваровну известно ее закон распределения при фиксированном х. То есть получается, что я могу сказать, что чему равно е от у при фиксированном х? Это сколько? Да, это х пополам. И точно так же я могу легко из условий найти условную дисперсию. Чему равна дисперсия количества чая выпитого Поликсеной Уваровны, если я знаю, сколько чая выпила Сосипатра Карловна? По той же формуле получается х в квадрате на двенадцать. То есть пусть нас не пугает, что условное мата ожидания и условная дисперсия случайная величина, это нормально. Обычное мата ожидания и обычная дисперсия – это константы, а условное мата ожидания и условная дисперсия – случайная величина, функция от х. это функция от х, которая наиболее похожа на у, а это функция от х в квадратном, которая там наиболее похожа на разницу. и условно е от этого минус е в квадрате. Окей, ну давайте дальше кто-нибудь сделает. Марат, давай. Держи, вот это получше пишется. Ну я сейчас еще сомневаюсь. То есть мата ожидания у при условии х. А мата ожидания х в квадрате это надо честно считать, да? Ну, как бы из дисперсии будет следовать. Если мы знаем дисперсию, то это надо одно или физическое действие делать. Если мы посчитали, то это получается одно чистое. Кать, вопрос есть? А вот на это можно писать? Можно. Три можно использовать. Дисперсия и это дисперсия в условном от ожидания у при условии х плюс от ожидания условной дисперсии у при условии х. Значит, вот это у нас есть. То есть это дисперсия от х пополам плюс от ожидания. Дисперсия у при условии у нас тоже есть. Это х квадрат на 12. Получается так. Значит, дисперсия х это 1,12. Она у нас есть. Значит, я цепляю. 1. Я вынесу одну 12. Как общие множители? 1,2 плюс монтажа дания х квадрата. Там с квадратом уже есть какие-то вариации. Что? Вариацию в ности с квадратом. Из кого вариации? Из дисперсии. А, да-да-да, точно. Так, значит, отсюда вы увидите 1,4. И вот тут будет 1,4. 1,4 плюс... От ожидания х квадрата. Это дисперсия х квадрата. Плюс от ожидания от х в квадрате. Это дисперсия х, а не х квадрата. Плюс монтажа дания от х в квадрате. Дисперсию х мы с нами на 1,12. От ожидания х это на вторая квадрата. В квадрате будет 1,4. Включаем 1,12. Тут 3, 3, еще 1, 7,12. Кажется, получается 7,144. Сопоряет? Нет? Вон, нормально. Да, тоже. Пока не до 7,144. Сопоряет? Да. Мария, так? Нет? Не знаю, у меня не 1404. Сколько у нас через х квадрата? Е от х квадрата это 1,12 плюс 1,4 получается... А у меня 1,12. А, все, 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 понятно, да, правильно. Ага, спасибо. Ну, то есть, вот те формулы, которые мы обсудили, они позволяют связать условную и безусловное матраждание и дисперсию между собой. Ну, как-то, если в условиях это есть, можно найти другое. Хорошо, давайте сделаем паузу. Настя, нажмем штангу. Настя, нажмем штангу.